александр седых проект надежда книга 2 скрытый враг пролог сознание виктора включилась мгновенно но чувства возвращались как-то нехотя сначала появился слух едва слышны равномерный гул ни о чем не говорил скоро возникло ощущение скованности и легкой боли в мышцах в голове мелькнула мысль похоже я все еще в полицейском отделении на родной планете уснул наверное какой же сказочный сон вере магия великая древняя империя симбиоты как же прекрасно там было как же грустно просыпаться присниться же такое просыпаться и в самом деле не хотелось вот бы вернуться виктор замер прислушиваясь к себе может и правда получится заснуть он крепче зажмурил глаза под веками переливаясь и перетекая друг в друга вспыхивали гасли разноцветные круги сна не было он еще немного полежал стараясь не шевелиться в надежде что сказочный мир сновидений вернется и веря и смеясь скажет хватит дрыхнуть проспишь все самое интересное вместо этого где-то в сознании сварливый мужской голос как-то знакомо и привычно забубнил наконец-то очнулся я уж думал все отбегался хозяин шучу конечно но и шутки у тебя что случилось где я надеюсь в отличие от чувств память вернулась в полном объеме вроде последнее что помню как строю портал дальше вспышка и все хорошо нас подловили вот и верь после этого людям друзьям верить все же нужно иначе как жить давай рассказывай думаю тебе известно больше чем мне не так уж все плохо как могло быть ты живой слегка щипанный но относительно целый опять шутишь ты меня не пугаешь что значит относительно ладно рассказываю по порядку портал ты создать успел силовым куполом накрыл пространство и всю мощь взрыва утянул за собой на этом хорошие известия почти заканчиваются это почти несколько обнадеживает даже не представляешь как обнадеживает однако продолжу я задействовал все энергетические возможности уж не знаю сколько корабельных мин твои враги запихнули в присланную посудину полагаю что много очень много нам не хватило ни сил ни способности удержать сбесившуюся энергию пришлось остатки силы бросить на самосохранение результат получился но довольно удручающий поздновато я спохватился энергетический источник под пространственном кармане полностью разрушена перенапряжение сам карман сжался до минимального объема тело сильно обгорело аура тоже пострадала максимум защиты пришлось перекинуть на голову частью она осталась целости раз ты меня слышишь и отвечаешь значит жизненные центры память да и сами мозги в порядке честно говоря никогда так раньше не боялся я ведь могу воспринимать окружающий мир только посредством твоих органов чувств лишь из ты их и я бы тоже ослеп оглох и отупел запаниковал не скрою но вовремя спохватился затратил собственный запас энергию чтобы хоть как-то восстановить наше тело а тут и спасатели подоспели помогли чутка это еще кто такие откуда взялись не перебивай я ведь тоже считаю отключился правда в отличие от тебя почти не пострадал боль которую испытывает тело чувствую не хуже тебя кошмарная штука ну да ладно дальнейшее событие останавливал по кусочкам на основании подслушанных разговоров нам очень повезло что выходной портал оказался в активном состоянии и находился на обитаемой планете однако этим везение и ограничилось начать с того что помещение с порталом облюбовали пираты и контрабандисты они там устроили тайный склад для временного хранения запрещенных и награбленных товаров ребята были уверены что никто их не найдет да уж в общем работали они там себе спокойненько как вдруг арка портала распахнулась и оттуда вывалился ты вместе со всей мощью взрыва впрочем это я узнал позднее представителей закона весь нечестно нажитый хлам вместе со всеми присутствующими в мгновение ока превратился в прах в обычном измерении купол портального храма сильно пострадал а мне было не до переговоров с его контролером такой грандиозный фейерверк не остался без внимания у жителей планеты прибыли отряды полиции и спасателей тебя еще пару десятков полудохлых нелегалов откопали из-под обломков камней хорошо что при перестройке организма мы сохранили основные маркеры человеческой днк они медики определили что сильно обгоревший тип некто виктор стон который проходит по всеобщим базам преступных элементов как особо опасный контрабандист и нелегальный торговец с оружием более того в связи с побегом и заключение заочно осужден на одной из планет на 25 лет каторжных работ считай нам здорово повезло что некоторые вражьи морды не занесли по тебе в базу полную информацию дальше закрутился маховик законности всех выживших отправили в больнице на излечение ты даже не представляешь как это нам помогло у меня бы не хватило ресурсов чтобы самостоятельно полностью восстановить организм за короткое время тебя в сознании не приводили намеренно во первых сначала это было опасно для здоровья во вторых потом опасным посчитали себя как только состояние стабилизировалось законники сочли что будет лучше чтобы такая особо опасная личность оставалась не способной проявить свои таланты очень уж их впечатлила твоя способность совершать побеги из самых надежных камер по этой же причине быстренько провели слушание дела утвердили вынесены ранее приговоры добавили к нему еще десять лет каторжных работ за связь с пиратами на уничтоженной базе законники так торопились поскорее тебя отделаться что не стали ждать полгода до следующего рейса тюремного транспорта специально на двое суток задержали отправку осужденных сейчас ты находишься в восстановительной капсуле медицинского отсека тюремного судна извини что не стал вмешиваться и приводить тебя сознание я посчитал что рано или поздно к порталу мы вернемся или найдем другой путь чтобы вернуться домой хотелось побыстрее и подальше убраться с планеты самостоятельно сбежать ты бы не смог слишком слаб пока бы восстанавливался тебе могли узнать те кому в руки попадать совсем не хочется они каторгой не ограничиться разберут на молекулы не станет тебя не станет и меня я к такому не готов я можно сказать только жить по-настоящему начал так что торопиться быть и не стал каторжная планета как нельзя более кстати насколько мне известно там законам туговато и найти сильного если он этого не хочет будет не так просто если уж профессор пару раз выбирался из таких передряг то а тебе и говорить не стоит нам потребуется некоторое время чтобы окончательно привести себя в порядок а главное восстановить сферу питания в подпространственном кармане и в обычном мире свободной энергии до небрича мало собственных возможностей во многих случаях может не хватить учитывая какими врагами ты обзавелся ладно тут я с тобой согласен но почему ты не привел меня в сознание когда мы уже находились на тюремном корабле я так понимаю что путь не близкий сколько мы уже летим так медицинской капсуле полно датчиков если бы ты очнулся они бы такую тревогу подняли сейчас самое время оборудование отключено в плановом порядке корабль приближается конечному пункту маршрута медики говорили что остался всего один переход а арестантов выводят из транспортного сна и перемещают в обычные отсеки даже интересно почему не держать без сознания таких туристов до самого конца зачем экипажу проблемы с буйными пассажирами об этом тоже говорили как я понял условия на каторгине сахар и требуется некоторая подготовка нового контингента так с этим ясно почему по-прежнему ничего не вижу не тупи макты или нет темно в капсуле но у тебя есть пространственное зрение видно еще не до конца проснулся я так понимаю восстановил ты меня полностью обижаешь организм порядке конечно если сейчас медики начнут исследовать днк структуру полностью то изрядно удивятся вряд ли они ожидают обнаружить многомерные нити так что нам лучше не попадаться в лапы этим вивисектором виктор переключил взгляд на пространственное зрение вокруг обычная обстановка маленького медицинского бокса с лечебной капсулой он находится внутри опутанной кучей измерительной аппаратуры и обездвиженные пористой шапкой пены лишь голова была свободна большая часть оборудования уже отключена на экране контроля мигает маркер последней команды включен режим вывода из медикаментозного сна все же какие-то датчики оставались в рабочем состоянии едва виктор попробовал пошевелиться медленно включился свет позволяя глазам привыкнуть к освещению одновременно пена стала мягкой и быстро смывалась специальным растворителем от тела отвалились присоски и втянулись в основание крышка капсулу скользнула в стену виктор приподнялся на ложе в помещении раздался мягкий женский голос информационной системы медицинского сектора прошу надеть браслет идентификатор заключенного в противном случае к вам будут применены меры принуждения указанный приборчик находился прямо перед глазами на узкой панели выступающие стены виктор стал и потянулся к прибору с удивлением он увидел на запястье такой привычный контролер адепта и семейный браслет не понял как медики ухитрились пропустить настолько необычные украшения они их просто не видели у тебя уровень адепта контролер уже активирован без твоей команды снять устройство никто не сможет даже не увидит это ведь уже многомерные структуры все время пока ты находился без сознания они пребывали в другом измерении не помню такого в курсе обучения контролеры аналогичные вещички изучаются в других башнях которые ты еще не посвящал есть стимул для возвращения у меня имеется причина весомее жена голову оторвет если надолго загуляю кстати я недавно позаимствовал у тебя чуток энергии послал короткое сообщение симбиоту вере и что у нас все в относительном порядке к сожалению на большее пока мы не способны и это еще одна причина чтобы приступить к скорейшему восстановлению личной энергетической сферы в окружающем пространстве бедном энергии это сделать не так просто едва виктор взял с полки браслет идентификатор и надел на свободное запястье открылся узкий шкафчик у входной двери где висел легкий рабочий комбинезон эх спорить с хозяевами себе дороже спасибо что хоть такую одежонку выдали костюм обтянул тело плотно как перчатка на поверхности виднелись многочисленные липучки для крепления карманов и инструментов но ничего подобного вблизи не наблюдалось похоже и скин медицинского сектора продолжал следить за пациентом входная дверь открылась сразу после того как виктор защелкнул последнюю застежку ага экипаж не теряет из виду кандальничков не удивлюсь если по которым стоят активированные системы безопасности с каким-то удовольствием констатировал он за дверью догадка получила подтверждение ствол закрытого защитным полем многофункционального излучателя постоянно следил за арестантом перед виктором на полу появилась зеленая стрелка указывающая путь использовался простенький проектор монтированный в полученный браслет других пациентов медицинском секторе не было двери еще десятков боксов оставались закрытыми да и пространственное зрение показывала лишь обесточенную аппаратуру в помещениях виктор проследовал за указателем который привел его в жилой отсек и далее в большой зал многочисленные универсальные тумбы столов с мягкими стульями под ними намекали на использование помещения в качестве столовой низкий матовый потолок со скрытыми лампами излучал мягкий приглушенный свет зал не пустовал большинство мест уже были заняты людьми в похожих комбинезонах различались лишь цветные нашивки на рукавах у большинства они были зеленые кое-где виднелись черные и красные на его комбинезоне красовалась черная метка путеводная стрелка указывала виктору на пустующий стул в дальнем конце зала похоже парень оказался последнем списке приглашенных он не стал задерживаться на пороге проходах валялись парализованные тела особо буйных и непонятливых остальные заключенные на них внимание не обращали а некоторые тихо переговаривались между собой виктор занял указанное место трое соседи уже сидели за его столом и молча с интересом наблюдали за последним гостем метки на рукавах у всех окрашены черный цвет похоже ожидали только его едва виктор опустился на сиденье в центре зала возникло объемное изображение человека шевронами капитана корабля на груди у меня нет желания приветствовать собравшийся здесь преступный сброд но в отличии от вас я человек воспитанный так что придется это сделать обведя зал насмешливым взглядом сообщил капитан и так добро пожаловать во временную часть команды моего экипажа сожалению нет возможности доставить вас до конечного пункта назначения в качестве спящего мяса как он ненавидит пассажиров подумал виктор мимика офицера не оставляла в этом сомнения между тем капитан продолжал речь скорое появление вас на каторге обусловлено различными причинами но не вызывает сомнения тот факт что вы преступники и должны понести заслуженную кару со вступлением я закончил теперь переходим к информационной части браслет на ваших запястьях является простейшим личным коммуникатором не советую с ним расставаться это единственный помощник и друг в вашем зверином сообществе кроме того без его идентификатора вас не пустят в город корпорации ncat владеющий планетой основная информация месте ссылки доступно на виртуальных экранах полученных устройств если хотите выжить в течение всего срока заключения советую подробно ее изучить времени для этого будет мало через три дня корабль доберется до пункта назначения советую познакомиться и разбиться на пары поскольку выжить на каторге в одиночку редко у кого получается а аборигенные вряд ли без добрых намерений станут связываться с новичками договорившимся парам разрешено покинуть помещение первыми выбрать каюту особых удобств не гарантирую но минимальными на время путешествия обеспечиваю а теперь я вас оставлю хочется посмотреть представление во всей красе а каком представлении упомянул капитан виктор скоро понял процесс разбивки на пары выглядел на самом деле увлекательно каждый из присутствующих решал задачи на собственном уровне развития мозгов потасовки во объяснение кто в паре главные возникали то тут то там первыми покинула зал парочка заключенных с черными метками сидящими за столом виктора эти люди наверняка знали друг друга еще один сосед лишь скосил взгляд на темную нашивку на рукаве виктора и рванул в толпу заключенных с зелеными метками данные с коммуникатора уже сняты и уложены в вашем сознании по мере надобности они будут всплывать в памяти я так и подумал что черные это пираты и убийцы самыми большими сроками отсидки красные контрабандисты и финансовые аферисты у них тоже сроки немаленькие зеленые все остальные я активировал у браслета режим опознавания устройство хотя и простенькая но многофункциональная это тебе и паспорт и связи много чего еще виктор отступил к стене чтобы случайно не попасть в толпу дерущихся на появившемся перед лицом виртуальном экране то и дело вспыхивали надписи с информацией о заключенных так сделал не он один сразу стало видно опытных сидельцев знакомых с полученной техникой это же подтверждали данные на экране об этих людях некоторые из них быстро договорились тут же образовали пары и обходя свалки покинули помещение следом потянулись черные метки с выбранными из толпы рабами и рабынями в зале присутствовало небольшое количество женщин одна из них с красной меткой на рукаве прижалась спиной к стене невдалеке от виктора двое громил посчитавших что справиться с девкой уже без сознания лежали у ее ног остальные черные решили не связываться с несговорчивой дамой и нацелились на более доступную добычу поэтому близко не подходили постепенно драки затихли самые буйные уже нашли себе подчиненных и пары стали быстрее покидать помещение виктор не сомневался что экипаж корабля во главе с капитаном с удовольствием делал ставки на победителей в полете не так много развлечений да еще и с таким накалом страстей возможно в арсенале начальства имелся и другой вариант подбора напарников для жизни на планете но этот выглядел гораздо увлекательнее а преступников не жалко они сами выбрали жизненный путь как раз в паре виктор не нуждался надолго задерживаться на каторге он не собирался в конце концов помещение остались лишь стонущие и потерявшие сознание заключенные не способны самостоятельно передвигаться как ни странно девушка с красной меткой тоже не спешила искать спутника и с опаской посматривала в сторону виктора кучка обездвиженных тел у ее ног внушала уважение виктор послал ей воздушный поцелуй и двинулся к выходу не тут то было посреди зала возникло объемное изображение капитана хм не так быстро уголовник недовольно посмотрел он на заключенного а в чем дело приподнял бровь виктор останавливаясь я что-то нарушил вы же лишь советовали подобрать пару а не приказывали я так сказал обернулся к кому-то невидимом на экране капитан наверное получив подтверждение он вновь уставился на виктора к сожалению я оговорился корпорации не нужны лишние проблемы из-за новичков это давно пройденный этап наученные горьким опытом различных бунтов начальство требует не оставлять новеньких в одиночку я буду жаловаться администрации колонии на искажение информации и хитро улыбнулся виктор симбиот уже подсказал в памяти соответствующий пункт планетарных правил ого подозрительно кто-то просветил малыша по своду закона вместо ссылки капитан опять кинул взгляд в сторону невидимого собеседника вновь повернувшись к виктору он усмехнулся насколько мне известно во всеобщей базе за тобой числится не один десяток трупов к сожалению ты преступник казак он на корабле это я ваша парочка мне и так стоила крупной ставки виктор не понял с какой стати на него повесили такое количество мертвецов видно недоброжелатели на родной планете постарались по поводу парочки намек был понятен на ногах зале оставались только он с незнакомкой я сама по себе скинулась девушка у стены а вас никто не спрашивает злая ухмылка пробежала по лицу капитана удар парализующего луча отправил оставшихся на ногах заключенных без памятства точнее должен был это сделать виктор лишь имитировал потерю сознания его измененная нервная система гораздо устойчивее к таким неприятностям чем у обычных людей в зал вошли члены экипажа в защитной экипировке погрузив обезближенные тела на тележку они развезли их по каютам виктору напарницы определили ту самую девушку с красной нашивкой он даже догадался почему капитану наверняка доставит удовольствие наблюдать как два медведя уживутся в одной берлоге как показывало пространственное зрение в маленькой каютке с единственной узкой койкой находилось сразу четыре скрытых камеры не было никакого сомнения что ставки у экипажа не закончились и теперь ведется наблюдение за всеми образованными парами взвыква взвыква но все Продолжение следует...